МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка к фестивалю? На самом деле подготовка к фестивалю и конкретная реализация волонтерской программы как раз находится на самом старте. Буквально два дня назад и вчера мы провели два больших крупных совещания с руководителями учебных заведений города Чебоксары, с руководителями школ города Чебоксары. Рассказали им о волонтерской программе, рассказали о том, что предстоит, какие мероприятия предстоит в рамках фестиваля, рассказали полностью о том, какие требования предъявляться будут к волонтерам. И сейчас основная, так скажем, задача, наша совместность с учебными заведениями, это организовать большую информационную кампанию. То есть прийти в каждое учебное заведение, зайти практически на каждый факультет, на каждый курс и донести до молодежи, что на следующий год в нашей стране, в Олимпийском Сочи будет самое крупное, яркое, самое крутое мероприятие. Такие мероприятия только наша страна может организовать. Молодежные мероприятия, на котором или в котором могут принять участие любой желающий, неважно, я не знаю, либо в качестве волонтера, либо в качестве участника. Поэтому вот впереди до декабря, до конца декабря наша задача рассказать и благодаря средствам массовой информации, благодаря вот этим вот личным презентациям через социальные сети об этом фестивале, о волонтерской программе, ответить на все вопросы, которые возникнут, они уже возникают у ребят. То есть какие требования предъявляться будут к волонтерам, какие условия, какая в конце концов будет мотивационная часть для волонтеров, это тоже очень важно. И уже дальнейший этап с нового года, с 2017 года, начать активно проводить так называемый рекрутинг, собеседование всех желающих, кто подал заявки на официальном сайте rush2017.com. Как вы отбираете волонтеров, которые примут участие? Ну, вообще процедура, она уже отработана. Эта процедура была отработана нами в рамках подготовки к чемпионату мира в Казани, который проходил в 2015 году. То есть я конкретно, молодой человек, волонтер, хочу стать участником этого фестиваля. Подаю заявку, заполняю все необходимые графы. Заявка заполняется минут 10 максимум, главное, чтобы у вас был под рукой паспорт, чтобы внести свои данные. Ну и фотография нужного такого формата на белом фоне, стандартные вещи. Мы приглашаем на собеседование, так называемый рекрутинг, модное такое новое слово, и проводим с ними собеседование. Есть установлены образцы анкета, которые мы заполняем. Понятно, это стандартные вещи, фамилии, имя, отчество, дата рождения, телефон, e-mail. Возможно, и странички в социальных сетях, потому что очень важно продвигать фестивали через социальные сети. Ну и потом задаем ряд стандартных вопросов о том, зачем этот фестиваль, зачем молодой человек или девушка хочет попасть в волонтеров, какие навыки есть, какой есть волонтерский опыт, уровень владения английским языком. Готовим расширенный шорт-лист, после чего уже, собираясь всей командой рекрутеров, начинаем выбирать из всех, кто прошел собеседование. Хочется, чтобы действительно лучшие из лучших поехали на этот фестиваль и сделать этот фестиваль таким, какой он должен быть. А возрастные какие-то ограничения есть? Да. Первое, понятно, возрастное ограничение – это минимальный возраст, это с 18 лет. Потому что, ну, это практика, опять-таки, выездных мероприятий, международных мероприятий. Ребята, которым мне 18 лет, не смогут, к сожалению, попасть. Но я всегда говорю, не расстраивайтесь, потому что впереди у нас огромное количество, в том числе международных мероприятий, да, в 17-м году, в 18-м году, понятно, наша страна принимает чемпионат мира по футболу. В 19-м году наши соседи из города Казань будут проводить чемпионат мира по работающим профессиям WorldSkills. И вы можете туда, и будет региональная программа, на которую Казань будет приглашать, в том числе и волонтеров из Чувашской республики. Поэтому расстраиваться не надо, надо набираться опыта и, собственно, ждать, когда вам исполнится 18 лет. А вот максимальный возраст, да, так скажем, верхняя точка, она увеличена до 70 лет. То есть волонтером может стать гражданин не только Российской Федерации, но и иностранных граждан, которые, например, наши студенты учатся в Чувашском госуниверситете, в Педа-университете. От 18 до 70 лет. Вот помимо подготовки к фестивалю, чем занимаются ваши волонтеры? Ну, на самом деле, у нас, наверное, не бывает такого, например, таких выходных дней, когда наши волонтеры, ребята, не проводят какие-то мероприятия, не участвуют в каких-то акциях. Вот ближайшее мероприятие, которое будет, к которому мы сейчас готовимся, оно тоже международное. Это Кубок России по женской борьбе на призы главы Чувашской республики. Будет проходить в третий раз, если не ошибаюсь, в нашей республике. Базой будет наш ледовый дворец Чебоксары-арена, куда приедет около 150 спортсменок. Из них около 50 будет из стран зарубежных. И здесь, опять-таки, у ребят есть возможность свои знания английского языка проверить, возможность, опять-таки, пообщаться с большой аудиторией, то есть со зрителями, которые придут на финальные поединки. Ну и впереди Новый год. И, наверное, самые такие крупные проекты, которые будут проводиться в городе, они без волонтерской команды традиционно не проводятся. Мы в этом году запустили заново проект личной книжки волонтеров в городе Чебоксары. То есть это некий паспорт волонтера, куда вписываются все мероприятия, в которых они принимали участие. Трудовая книжка. Ну, да. Почему она сейчас стала актуальной? Последние два года к нам очень много обращалось школьников, абитурентов, выпускников 11 класса, которым при поступлении зачитывались определенные бонусы за активную волонтерскую деятельность. А еще дополнительно за наличие волонтерских книжек. Вот и мы решили в этом году запустили, выпустили 2000 волонтерских книжек. Сейчас мы совместно с нашими школами города Чебоксары эти книги, книжки волонтерские, так скажем, раздали всем нуждающимся ребятам, для того, чтобы они сегодня уже начали набирать этот опыт. И дай бог кому-то, у нас есть уже такая практика, что эти волонтерские книжки помогли ребятам поступить в Самару, в Санкт-Петербург, в Москву. То есть в больших городах это уже активно внедряется, но и наши университеты, крупные университеты тоже дают определенные бонусы за волонтерскую деятельность. Но волонтер, наверное, это не тот, у кого в свидетельстве написано, что он волонтер, это человек, который помочь хочет? Тут в этом случае сколько не пробовали каких-то формальных вещей, подходу к волонтерскому движению. Тот же самый был реестр в свое время волонтеров, то есть когда прям надо было заходить, куда-то регистрироваться. Сейчас запустили, да, есть такая платформа федеральная доброволецроссии.рф. Но для чего она нужна? Для того, чтобы опять-таки у молодого человека, либо девушки была возможность показать свои заслуги на федеральном уровне. То есть ты заводишь свой личный кабинет и постоянно туда вводишь какие-то новые вводные, новые свои заслуги, свои мероприятия. Это правильно для того, чтобы любой желающий, ребята живут в Чебоксарах, а там, не знаю, волонтеры с Санкт-Петербурга зашли, посмотрели, чем занимаются волонтеры чебоксарские. Они увидели, открыли, посмотрели. А это и работодателям интересно, потому что сейчас, ну, наверное, это не секрет. Работодатели смотрят не только на уровень образования, но и общественный опыт, ребят. А волонтерское движение, волонтерский опыт, это бесценный опыт. Работать за спасибо, работать от чистого сердца и делать правильные вещи, наверное, это действительно никакими финансами не измерит. Поэтому движение развивается, и хотелось бы, чтобы оно развивалось еще больше, чтобы у нас, я всегда шучу, говорю, чтобы волонтеры захватили этот мир, тогда мир станет добрее. Все-таки какими качествами должен обладать волонтер, помимо знания английского, помимо достижения 18-летнего возраста? Это стрессоустойчивость в сложных ситуациях. Это коммуникабельность, потому что волонтер, он всегда общается с людьми, он всегда находится в диалоге. Вот эти вот вещи, внутренняя какая мотивация, всегда важно понимать, зачем тот или иной волонтер идет на это мероприятие, что это ему даст. Вот эти внутренние вещи, они, наверное, очень важны с точки зрения качества организации этого мероприятия. Поэтому мы всегда смотрим, ну, всегда задаем вопрос, зачем тебе принимать участие в этом мероприятии. Спасибо большое за интересную беседу. Все, спасибо. А я напоминаю, что в студии программы «По существу» был Ильдар Черкесов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова